МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемые друзья, с вами, как обычно, первая единственная в России, независимая федерация рестлинга и чемпионат «Опасная зона». А вас также приветствует наш сегодняшний первый участник – Казанова! Уважаемые коллеги, держите себя в руках, прекратите это нелепое телодвижение, сядьте, наконец, на стул. Я ничего с собой не могу поделать, каждый раз, когда я слышу эту музыку, меня просто в плясах бросают. Да, вот мы видим, что в зале сегодня Казанова даже пользуется поддержкой многих присутствующих девушек, что бывает почему-то далеко не каждый раз. А вот и наш второй сегодняшний участник – это вулкан, это гора мышц. У каждого борца, который выходит против него на ринг, наверное, от страха коленки дрожат, когда он своей тяжелой поступью выходит канатом. Так, этот бой был анонсирован как столкновение стилей, мощь против техники. Мощь подразумевается, принадлежит вулкану, а техника бесспорно принадлежит Казанове, потому что этот борец, кроме шуток, очень неплохо прогрессирует последние несколько месяцев. И просто иногда даже творит чудеса на ринге, дорогие друзья! Как, например, вот это чудо. Вулкан не оценил по достоинству телодвижения Казановой. И вы смотрите, вулкан просто издевается над ним. Да, какое-то даже неуважительное такое отношение выказывает своему противнику, за что я не думаю, что зрители это оценят должным образом. Уважаемый коллега, вы вот припомните, пожалуйста, хотя бы один раз, когда вулкан хоть кому-нибудь из своих соперников на ринге высказывал уважение. По-моему, Казанова сейчас хочет научить его уважению. Он начал атаку вулкана, шлепая его грудь вот этими вот мощными чопами. Вулкан, естественно, отвечает ему тем же, но недолго. Правильно, кому же хочется учиться уважению. Вулкан, европейский апперкот и еще один чоп, на этот раз уже потерявшему равновесие Казанове, отчего тот и приземляется на ринг. Вулкан душит его в углу недолго. И посмотрите, что происходит. Запускает он Казанову в угол ринга, однако промахивается. Казанова вырывается. И что же, а неужели обратный запуск? Казанове, естественно, хочешь не хочешь, придется и приходится уходить от прямого противостояния с Вулканом, потому что, естественно, я думаю, силовым показателем он не сможет его взять. Ему надо как-то находить способ технически заставлять того. Вот видите, сейчас, допустим, Вулкан сшибает Казанову этим прямым тычком плеча. Казанове надо уходить от прямого противостояния и пытаться взять Вулкана более хитрыми уловками. Однако, пока у Казановой ничего не получается, инициатива полностью в руках Вулкана. Он практически все, что хочет сейчас творить с Казановой. И еще один плечевой блок. Вулкан разбегается. Кстати, подвижен весьма Вулкан. О! Да, не попался он на эту уловку Казановой. И шлагбаумом просто снес его с ног. Но я хотел сказать, что Вулкан для своей комплекции, для своей массы весьма подвижный боец. Поэтому Казанове, конечно, вдвойне тяжело. Видите, уже первые три минуты боя сколько отбирают сил у борцов. Казанова еле встает за рингом на ноги, получив только что мощный шлагбаум от Вулкана. Но, хочешь не хочешь, приходится возвращаться, если он хочет продолжать участвовать в этом бою. И вот сейчас именно он делает то, о чем я говорил. Он поменял тактику. Да, все-таки понял, наконец, Казанова, что только техникой хитрости он может победить Вулкана. Только так и на самом деле никак иначе. Смотрите, сейчас как отскакивает затылком только что по канату голова Вулкана от очередного удара, который произвел Казанова ему прямо в лоб. А вот в очередной раз мы видим то, о чем мы говорим. Хитростью, только хитростью может победить сегодня Казанова. И болевой захват лодыжки. Ну, точнее, подсечка была чуть раньше, а сейчас, да, это болевой. Казанова действительно растерял много сил. Как-то так чересчур вальяжно он это делает. Казанова, проснись, алло, это же Вулкан, с ним не так надо. А как же с ним надо? Вот именно так. Бэкдроп сейчас проводит Казанова в Вулкану. И еще раз болевой захват лодыжки. Вторая попытка. Нет. Вулкан с трудом, но сопротивляется. Спасительный канат оказывается рядом. Но посмотрите, Казанова просто оттягивает его назад на середину ринга. Вы знаете, мне кажется, Казанов просто берег силы вот для таких вот решающих уколов, таких решающих ударов против Вулкана. Ну, не знаю, что он сейчас берег, что он там берег. Вулкан ловко кувырком уходит из болевого. Но, видимо, урон какой-то Казанова ему нанес. Потому что Вулкан встает тоже не быстро, похрамывая. А Казанова снова пытается прийти в себя за рингом. Недооценил он Вулкана, что тот так быстро придет в себя. Вулкан на этот раз сам хочет вернуть его на ринг. Серия мощнейших ударов в челюсть. И! 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 Спрыгивает с него Казанова, разбегается. Промахивается Вулкан. Нет, кроссбади не получилось у Казановы. Неужели бросок сейчас будет? Казанова хоть и разбежался, но Вулкан смог противостоять. Вот таким простым приемом Казанова все-таки припечатывает Вулкана к рингу. Почему он не удерживает? Казанова, выходи на удержание! Куда ты идешь? Да, мне почему-то кажется, что Казанова очень рано радуется своей такой коротковременной победе. Опять же, ни в коем случае нельзя недооценивать Вулкана. Вот о чем я и говорил. Рано он полез на угол. Рано. Не надо было вот так вот недооценивать своего противника. Не надо было красоваться, пытаться поразить публику своим высоким прыжком, пятой точкой на лицо Вулкана. Надо было просто подойти и удержать. Одно могу сказать. Казанова неисправим! Вторая подсечка. И уже, кстати говоря, проводится она на поврежденный коленный сустав Вулкана. И, кстати говоря, тут будет к месту заметить, что два года назад Вулкан очень тяжело травмировал свой левый коленный сустав. Именно тот, по которому сейчас атаковал Казанова. У него был сильный разрыв связок, и он очень долго восстанавливался. Алабама Слэм только что проводит Вулкан Казанове. Да, один из коронных приемов Вулкана и удержание. Раз, два, нет, вырывается Казанова. Все-таки остались еще у него силы. А Вулкан, да, очень сильно прихрамывает, держась за больное колено. Смотрите, даже и тени вот той вальяжной усмешки, которая была в начале матча по отношению к Казанове, даже и тени той усмешки не осталось на лице у Вулкана. Потому что Казанова смог и все еще может достойно ему противостоять. Вот это да! У меня такое ощущение, что Казанова пытается доказать, что на каждый прием Вулкана у него есть свой, только чуть-чуть получше. До этого мы видели, как Вулкан ударил Казанову в грудь ногой, и тут Казанова пошел немножко дальше. Он разбежался и двумя ногами выстрелил Вулкану в грудь. Казанова встает теперь первый. Вот я в очередной раз, дорогие друзья, я удивляюсь, откуда, откуда у наших борцов столько силы? Какой прием называется? Быстро скажи. Криптонический хруст не проходит, и Казанова снова оказывается на плечо у Вулкана, но в этот раз попадает на спинолом. Вот это действительно опасно для казановинского организма. Да, и не просто спинолома, а об колено сейчас позвоночником приземлил его Вулкан. И что, неужели он сейчас закончит этот бой? И это явно была попытка подможья Вулкана. Казанова блокирует. Вулкан промахивается, попадает на захват, тут же освобождается. Теперь Казанова попадает на захват, и мощнейший, вот уж действительно мощнейший германский суплекс. Да, вы знаете, я сейчас, честно могу сказать, под впечатлением от всего того, что я вижу на ринге. Сейчас нахожусь в бэли-ту-бэли. Да, вдогонку вот такой переброс. От того, что суплекса Казанова чуть пополам не сложился, где-то в позвоночнике. Ну, естественно, с такой силой-то быть припечатанным Крин будет не каждому дано оклематься после такого. Такое ощущение, что теперь Вулкан хочет обогнать Казанову в красоте прыжков с третьего каната. Но главное, чтобы они были эффективными, а сейчас попросту... Ну, не знаю, как это можно назвать. Ну, попросту мимо. Да, попросту мимо. Попросту никого дома. Весь бой проходит вот с таким переменным успехом. То один стоит, другой лежит. То один лежит, другой стоит. И снова третья попытка болевого залома лодыжки. Да, и третья попытка также оказывается неудачной. Да уже четвертая. Какая же неудача. Смотрите, Казанова настолько цепко держится, что даже после попытки вот этого отталкивания в грудь со стороны Вулкана, он вцепился как клещ в эту его, возможно, травмированную ногу и не отпускает. И снова оттягивает Вулкана на середину ринга. Да, дорогие друзья. По-моему, Вулкан вот-вот сдастся, он уже заносит руку. Нет, не сможет Вулкан так быстро сдастся и удержание. Раз, два, три, говорю я. Но тут же задаю себе вопрос, откуда это было и что это было? Я думаю, нам сейчас покажут повтор. А тем не менее, Вулкан победитель этого боя. Да и Казанова сам не удумевает. Как вам что-то такое могло произойти? Да и я, честно говоря, тоже немножечко потерял. Вулкан победитель. Но с каким трудом далась ему эта победа? И я даже, не то что даже с трудом, похоже, он и сам не совсем понимает, что вот этот трюк, вот с таким неожиданным сворачиванием, все-таки возымел успех. Потому что Казанова практически уже... Казанова победа была в кармане. Победа была в кармане, совершенно верно. Вулкан занес руку для того, чтобы отстучать в знак того, что он сдается. Но вместо этого он взял и свернул Казанову. Ну а прямо сейчас... Дорогие друзья, рядом со мной находятся участники главного боя предстоящего чемпионата «Опасная зона». И я предоставляю им уникальную возможность сказать друг другу последние слова перед их официальной встречей. Я очень рад, что моим соперником оказался именно ты. Ведь это мой друг, и рейсер, с которым можно покатать настоящую и красивую борьбу. Но, гладиатор, не жди от меня пощадок. Я полгода шел к этому мальчику не для того, чтобы пощадой бросить. Биться не на жизнь, а на смерть. Я гарантирую тебе, что либо я уйду от сринга с твоим поясом, либо останусь лежать там. Так, вот именно. Ты останешься лежать. А я буду стоять на тобой. Так. Итак, главный бой сентябрьского чемпионата «Опасная зона». Гладиатор против Антона Дерябина за пояс. Чемпиона независимой федерации рестлинга сразу после паузы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... 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 Да, все-таки количество здесь перешло в качество. Вот это даст! Захват лодыжки колесница! Потрепал, конечно, гладиатор Антона своими многочисленными ударами. И смотрите, как цепко держит. Не отпускает, но Антон смог среверсировать болевой своей ноги на свой болевой захват руки гладиатора. Пытается дотянуться ногами до каната в гладиатор. Из последних сил пытается он это сделать. И неужели у него это получится? Да пока не особо, но да. Он, кстати говоря, не смог дотянуться в одном направлении. И понял, что, возможно, канат слева перпендикулярно находится несколько ближе. Что он и сделал. Положил ногу именно на этот канат. А сколько матчей мы видели, когда заканчиваются именно вот такими приемами. Потому что действительно, ну невозможно вырваться, когда вот так вот рука зажата таким образом. Гладиатору не оставалось ничего иного, как дотянуться до каната. Совершенно верно. Но гладиатор сегодня творит просто чудеса техники. И бэли ту бэли. Совершенно ниоткуда. Вот это действительно чудо. Просто вот как мгновенно ориентируется наш чемпион. Только стоило гладиатору сделать какую-то очередную попытку разбега. Может быть для очередного удара локтем. Как Антон, смотрите, ваам, тут же подхватывает его и приземляет гладиатора куда-то на загривок. Ну все-таки что ни говори, а есть у Антона одно замечательное качество. Он быстро ориентируется по ситуации. Вот этого у него просто не отнять. И... Я даже не знаю. Такое ощущение, коллега, что вы все то, что сказали, сказали в отношении гладиатора. Потому что настолько неожиданно он сейчас сделал вот этот суперкик. Антон, конечно, совершенно не ожидал этого. Смотрите, совершенно ниоткуда. Только чуть-чуть смог притормозить Антон, но получил этот удар ногой в челюсть. Вы знаете, уважаемый коллег, я вам что могу сказать. Все, что я говорю про гладиатора, касается... Карусель удачи! Фирменный прием, кстати говоря. Смотрите, на этом все может кончиться. Это то, чем обычно выигрывает Антон Дерябин все свои матчи. Однако не может Антон Дерябин прийти в себя. Не может он просто повернуться к гладиатору, чтобы начать фиксировать удержание. Может, может. Раз. Раз, два. Нет, вырывается гладиатор. Вот это да. Но было близко. Было, ну, где-то 2,8. Вы знаете, дорогой коллега, я все-таки хочу закончить свою мысль. Все то, что я говорю... Сейчас, сейчас, сейчас. Второе дыхание, похоже, приходит к Антону. Он сам себя подпадривает. Сам в злости бьет по рингу, но... Вторая попытка Колизея. Что скажете? Смотрите, Антон уже наполовину готов сдаться. Но на вторую половину он готов бороться. Бороться до последней капли своих сил. Не забываем. Он, может быть, в этот момент он вспомнит о том, что он не просто проигрывает бой. Он теряет чемпионский пояс, если он сейчас отстучит в знак сдачи по рингу. Гладиатор не отпускает его. И... Сайдбокс-слэм! Да, никто не хотел уступить. Гладиатор не хотел разжимать свой захват Колизей. Вторая попытка, кстати. А Антон сквозь боль, сквозь все. Он смог поднять гладиатора и впечатать его в ринг лопатками. Но удержание не прошло. Да, просто, я не знаю, у меня нет слов, нечто. Антон жестами показывает, хватит. И также жестами показывает, сейчас будет вторая попытка карусели удачи. Запускает он гладиатора в канаты. Неужели это будет? Да! Подход! Карусель удачи, однако нет. Сейчас, посмотрите, сворачивает его гладиатор. Раз, два, три. Все, бой окончен. Гладиатор чемпион! Вот это да! Антон в шоке. Ничего себе! Давайте посмотрим еще раз. Вот он запуск. Вот захват на карусель удачи. И тут гладиатор цепляется и сворачивает в удержание Антона Дерябина. Ничего себе! Да, вот так вот, схватившись ногами, он перевел этот прием ровно на 180 градусов в свою сторону. А Антон этого просто не ожидал. Конечно, это техническая победа, но это победа. Гладиатор дважды чемпион независимой федерации рестлинга. Но посмотрите, ярость на лице Антона сменяется пониманием того, что он больше не чемпион. И он сам вручает чемпионский пояс гладиатору. Вот он профессионализм. Вот оно взаимоуважение. Вот. Я даже не знаю, если бы у нас в федерации было бы два чемпионских пояса. Чемпионы были они. Гладиатор не может сдержать свои эмоции. По-моему, даже слезы у него наворачиваются. Он не верит в это, что он только что победил Антона Дерябина. Он так готовился к этому бою. И это принесло результат. Вы посмотрите, Рейв, давний друг гладиатора, вышел, чтобы поздравить его с этой победой. Заслуженной победой. Уважаемые друзья, после вот этого достойного боя мы вынуждены завершить наш сегодняшний выпуск. Но последнее слово сегодня говорит сам гладиатор. Ты как новый победитель независимой федерации рестлинга. Чемпион. Что ты сейчас чувствуешь? Сейчас? Безмерная усталость. Как сказал кто-то из известных, я не помню даже, мне в арте переслышит. Я чувствую себя чемпионом на одну ночь. А вот мой противник сегодня, он великий. Так меня никогда еще не били. Хочется поблагодарить всех, кто сегодня был на чемпионате опасной зоны. Спасибо всем, кто за меня болел. Своего друга Рейва, который первым вышел поздравить меня. Ну и, конечно, своего противника Антона. Антон, ты лучший. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА